Всем привет! Сегодня 23 апреля, я зашла в рассадную теплицу, чтобы посмотреть, как у меня прижился перец. Я уже показывала, как я высаживала перец. Вот в первый день я высадила 500 штучек, вчера еще 500 высадила. В общей сложности у меня сейчас здесь тысяча корней, никак не могу досадить одну половину, потому что, понимаете, все это очень долго, делать дырочки, бороздки. Но зато, когда я сейчас все засажу, закрою теплицу, они будут расти сами. Вот сразу невооруженным взглядом видно, что нет ни привялых растений, ни поникших. Чувствуют они себя хорошо. Я не могу, конечно, сказать, что они уже прижились, что у них уже вот эти маленькие корешки с почвой сцепились, как образовалась новая там корневая система. Нет, они еще, конечно, корешки только начали образовываться. Вот эти вот сидят уже два дня и две ночи здесь переночевали. А вот эти посадки, вчера я только высадила, вот колобок, калифорнийское чудо, воловье ухо. Но все равно видно, что ни одно растение не поникло и не завяло. Это уже хорошая причина, ну как не причина, а повод думать, что они все-таки приживутся все. Все они стоят. Вы знаете, что там эти перцы, они очень капризные, И им хватило бы 3-4 часа после выемки из грунта, чтобы уже увидеть, что они поникли, завяли, что они не приживутся. Тут я ничего про них не могу сказать плохого. Все они, листики, стоят, не повисли. Значит, я могу предположить, что если никаких аномальных морозов у нас не будет, вся эта рассада у меня выживет. Потом буду ее в дальнейшем обрабатывать от вредителей, Потому что сейчас покажу вам, что уже в рассаде кто-то ее начал грызть. Любителей полакомиться сладким перцем, именно листья сладкого перца, они очень вкусные, очень много. Поэтому, если будете выращивать рассаду сладкого перца, обрабатывать его обязательно. Могут обгрызть вообще до стебля. Вероятно, листики нежные и вкусные. Больше всего на эти перцы есть любители. До свидания. Я вам показала, как перец чувствует себя после двух ночей, проведенных высаженным в теплице.